Штраф за опасное вождение должен быть максимально крупным, вплоть до миллиона рублей. Такое предложение сделал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Очередной всплеск интереса к этой теме возник после недавнего случая сыном топ-менеджера нефтяной компании. Молодой человек на Гелендвагене без номеров грубо нарушал правила дорожного движения и пытался скрыться от полиции. По мнению некоторых представителей правоохранительных органов, административной ответственности для таких лихачей недостаточно. Повторное привлечение за хулиганство на дорогах должно нести за собой уголовное наказание. Напомню, термин «опасное вождение» был утвержден в мае, теперь готовятся поправки в закон об административных правонарушениях, так что пока, собственно, за опасное вождение госавтоинспекторы штрафовать не могут. Как отметили в Краевом управлении ГИБДД, любителям агрессивной езды наказание выносится, исходя из каждого отдельного нарушения, будь то не включенный вовремя поворотник или выезд на встречную полосу. Зачастую это небольшие суммы. В ГИБДД подчеркивают, лихача будет легче привлечь к ответственности, если видео с его маневрами на дорогах попадет в полицию. В настоящее время есть факты, когда в сети интернет такие случаи отображаются, мы по ним пытаемся проводить проверки, но здесь, конечно, нужно понимать, что должна быть обязательно сельская база. То есть, если есть потерпевшая сторона, то здесь, конечно, мы уже разыскиваем того человека, который причинил этот вред здоровью либо транспортному средству. Продолжение следует...